Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, даже не вопрос, а некий такой разговор с собой, потому что, ну, нету здесь запроса как такового на самом деле. Значит, вы пишите, мне 22 года, я встречал два с половиной года с одним парнем, который был разведён 3 года назад, ему было 27 лет. Собрались с этим пожизнится, но, увы, и в один прекрасный день я узнаю, что у него родилась дочь. Так, ну, во-первых, без всего, здесь, наверное, встаёт вопрос о том, как вы вообще воспринимаете его, ну, молодого человека в смысле. То есть, если он разведён, значит, на что были причины, ну, я имею ввиду, на развод. И я полагаю, что вам нужно было бы знать об этих причинах, если вы, ну, встречаетесь с этим человеком, если вы с ним взаимодействуете, взаимодействуете, если вы с ним как-то собираетесь пожениться, тем более, да. То есть, вопрос такой, были ли вы в курсе особенностей молодого человека, которые определили для него возможность развода. Вот. Далее. Далее. Значит, в один прекрасный день я узнаю, что у него родилась. Родилась дочь, он знал, что его любовница беременна, но мне ничего не доказала и продолжала общаться со мной. Ну, конечно, ситуация очень неприятная. То есть, получается, что мужчина хотел жениться на вас, развёлся с другой женщиной. Значит, от него у третьей женщины родится ребёнок. Вот это, конечно, такое поведение, ну, не очень уверенного в себе человека, надо сказать. Поэтому, опять же, встаёт тот же вопрос. Насколько вы знали того, с кем взаимодействовали? Приезжал ко мне домой, с родителями он очень был знаком, к чему вы это пишете, не очень понимаю. А с родителями разговаривал насчёт свадьбы. Тоже не очень понимаю, почему он должен разговаривать с родителями насчёт свадьбы. Почему родители планировали вашу свадьбу. Не очень понимаю. На мой взгляд, здесь слишком много родителей. То есть, родители как-то слишком много места занимают здесь. Вот. Другое дело, что вы жили с родителями, а не одна. Это вот такой момент. Вот. Но, тем не менее. То есть, вполне вероятность, что мужчина, он не видел вас, кого-то серьёзного. Потому что вы живёте с родителями. И он с родителями разговаривал насчёт свадьбы. И родители планировали, его родители планировали нашу свадьбу. Это тоже странно, почему его родители планируют, а не он сам и не вы. Ну вот. Значит, ну я решил расстаться с ним. Если вы решили с ним расстаться, то вам нужно как можно чётче обосновать своё решение. Потому что у меня стало впечатление, сложилось такое впечатление, что ваше решение не было таким сознательным, осознанным. Оно было, может быть, на эмоциях слишком. Может быть, обиды были. Скорее всего, были обиды. Потому что вот как мужчина, любовница, ребёнок. Но, с другой стороны, если у мужчины была любовница, и тем более был ребёнок, то это означает, что именно в ваших отношениях есть проблемы. Не у него конкретно, а в ваших отношениях. То есть вы на 50% ответственны за то, что произошло. Вопрос в том, всё в чём. Так, наверное, проблема была во мне. Проблема чего была у вас? Он потерял интернет ко мне, а может, из-за расстояния он так сделал. А как у вас расстояние сказывалось на отношениях? Вы говорите, что вы встречали два с половиной года, два с половиной года. Вы говорите, что он приезжал к вам домой. У меня нет ощущения, что вы жили далеко. Но если вы жили далеко, то получается, что именно вы, ну потому-то мы говорим про вас, не прикладывали достаточно усилий для того, чтобы мужчину удержать рядом с собой. Вероятно, так. Почему у вас проблема? Сразу. Ведь он потерял интерес. Ему не хватало ласки, тепла и заботы. Вопрос в том, хотели ли вы ему это давать, давали ли вы ему этого и хватало ли ему. Если ему не хватало, то вы ни в чем не виноваты. Потому что у мужчины был выбор, он мог чаще приезжать к вам. То есть здесь вот, понимаете, то что вы считаете для себя проблемой, то то вы говорите, что проблема во мне. Ну это очень, очень расплывчато. Как расплывчато вы пишите, что он потерял интерес ко мне, а мой интерес за расстояние он так сделал. То есть, ага. Если он потерял к вам интерес, то вы все это заметили. Делали ли вы что-то для того, чтобы интерес возродить, когда освежить ваши отношения. В общем, в общем, он даже не попросил прощения, а мать его только звонила, чтобы попросить прощения. Так, ну, надо сказать, что здесь тоже непонятно. Вы говорите, он даже не попросил прощения. А откуда вы узнали, что у него есть любовница и что у него родилась дочь? Сказали ли вы ему о том, что вы об этом знаете? Какое вообще матери дело его матери делать до ваших отношений? Почему она просит прощения за него? Я их простила. Кого? Он на них не держит. На кого? Какое зло? Айсик, какое зло? Измена – это симптом кризиса в отношениях. Тут не злиться нужно. Тут нужно именно вот разбирать, почему кризис появился. Девчатки пьют очень много молодых людей. Хорошо, здорово. Общаемся и даже видимся с некоторыми. Когда я начинаю встречаться с парнями, они не ухаживают за мной, не дарят цветы, не заботятся, даже разговоры с ними не клеятся. Проблема во мне, как вы думаете? Ну, да. Проблема-то отчеркивает вас, потому что... Потому что вы не можете, потому что вы ставите себя таким образом, вы ставите себя таким образом, что у мужчины не возникает желания за вами ухаживать. То есть у вас поведение такое. Либо вы выбираете таких мужчин. То есть вы общаетесь с определенным типом мужчин и видитесь с определенным типом мужчин. Правда, здесь есть противоречие. Вы говорите, что вы общаетесь, но при этом видите, что разговор с ними не клеится. Здесь опять же момент, ну, помимо противоречия, здесь момент такой, что для того, чтобы клеиться разговор, нужно, чтобы было что-то общее между вами. То есть говорить на понятном языке для человека другого. Вопрос в том, делаете ли вы это. Разговариваете ли вы на понятном языке, ну, для другого человека. Так, когда, значит, не могу свободно общаться с ними. Свободно – это как? По-вашему? Если вы общаетесь с ними не свободно, то каковы характеристики подобного не свободного общения? Чем, по-вашему, не свободное общение отличается от свободного? И что вам для этого нужно? Ну, для того, чтобы общение было свободным, я имею в виду. У них пропадает интерес ко мне. Ну, смотрите. У вашего первого молодого человека пропал интерес к вам, и у этих молодых людей интерес тоже пропадает. Значит, что-то в вашем поведении их отталкивает. Нужно смотреть и анализировать, что именно. Когда со мной пробует заговорить парень, я сразу теряюсь, отвечаю на сложные, вообще не улавливаюсь этим разговором. Все время думаю, о господи, что делать, что говорить. Ну, с одной стороны, здесь явно стеснительность у вас есть, то есть непринятие себя, и в этом могут проявляться результат вашего… в результат отношения к вам родителей, чрезмерно строгого, возможно. То есть вы не привыкли доверять своим чувствам и не привыкли… не привыкли… самостоятельно проявлять инициативу. То есть вы, может быть, слишком пассивны, вам нужно быть более активны. То есть мужчины не чувствуют в вас женщину. Мужчины не чувствуют в вас личность. Не чувствуют силы, потому что вы, может быть, такая, слишком аморфная, слишком вот ждете, что будет делать мужчина, а сами при этом не делать ничего. Из-за этого люди теряют к вам интерес. Ну, мужчину, в смысле. Вот. И слишком я самостоятельный и неуверенный в себе? Нет, на самом деле самостоятельный человек не может быть неуверенным в себе. Айзек. То есть если… Ага, если вы самостоятельный, то вы не неуверенный в себе. А если вы неуверенный в себе, то вы не самостоятельный. Поэтому вам здесь нужно определиться. Так. Очень сильная натура при парнях. Опять же, интересный момент. Вы пишите, что очень сильная натура при парнях, но при этом вы говорите, что не улавливаете суть разговора, вы теряетесь и отвечаете односложно. Разве это проявление силы? Ничего не могу сделать с собой. Жду вашего совета. Советов здесь давать каких-либо не стоит, потому что ситуация слишком непонятная и слишком многогранна. С одной стороны, отношения с Арнем и его обмана, измена и то, как вы это воспринимаете. С другой стороны, это ваши родители, как вы на них реагируете и какие у вас с ними отношения. С третьей стороны, это ваша модель женского поведения и адекватность ваших представлений о себе. На мой взгляд, на мой взгляд, у вас здесь какая-то путаница. И вот сначала, сначала нужно эту путаницу разобрать, понять в чем истинная проблема, в чем конфликт ваш внутренний. Чтобы вы не говорили, что я очень сильная натура, но при этом я теряюсь и отвечаю односложно. То есть, нужно определиться как-то. Вот. И вы говорите, ничего не могу с собой поделать. А ничего не могу с собой поделать, чтобы что? Зачем с собой что-то делать? С какой целью с тобой что-то делать? Вот. И вот после этого всего уже вам можно будет давать какие-то рекомендации. Пока я вижу у вас модель поведения неудачника, причем очень такую серьезную модель поведения. Пока я вижу у вас достаточно пассивную модель поведения. И совершенно не идентифицированную женскую модель поведения. То есть, какая вы женщина, какие у вас сильные стороны, чем вы привлекаете мужчин и так далее. Вопрос представляет, интерес представляет и социальную составляющую. То есть, социальная позиция, ваша социальная активность, ваши интересы, хобби, увлечения и так далее. Ну и, что особенно тревожное, это роль родителей в вашей жизни. Их планирование свадьбы, их участие в жизни вашей личной вызывает опасения по поводу того, можете ли вы сами принимать решения и сами делать выбор. Я полагаю, что в этом и заключается набор ваших проблем, которые нужно последовательно разбирать и решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!